В стране успешно реализуется программа добровольного переселения. Уже около 10 семей из Магистал переехали в трудодефицитные регионы. Для этого им предоставляли необходимые условия, обеспечивали работой и жильем. Необходимо отметить, что в текущем году число желающих переехать увеличилось в 7 раз. Большинство из них намерены перебраться в Северный Казахстан, Павлодар, Петропавловскую, Устанайскую область. Детали в сюжете. Акбуте Багдаулет Кызы из Муналинского района долгое время не удавалось трудоустроиться по специальности. Узнав о программе добровольного переселения, она решила воспользоваться уникальным шансом. Наиболее привлекательным для семьи девушки показалась Кустанайская область. Именно туда вскоре они переехали. Прошло три дня, как мы переехали в Кустанайскую область. Нас здесь хорошо встретили и разместили. Сейчас ведутся поиски подходящей для меня работы. Мне нравится природа Кустанайского региона. Местный климат подходит моему отцу, который болеет. Спасибо большое всем за оказанную помощь в переселении. И очень рада, что теперь мне не придется тратить средства на аренду жилья, так как за проживание съемной квартиры будет платить государство. Обеспечение жильем, постоянным рабочим местом и стабильным доходом. Таковы цели программы добровольного переселения. Предусмотрено также возмещение расходов на проезд и средства на первичную адаптацию. Отметим, что в прошлом году из Мангистау переехали 10 семей. Делегация Мангистаусской области посетила 4 региона. Мы объездили все районы сельские местности. Ознакомились, какие требуются специалисты. Мы также встретились с предпринимателями в области сельского хозяйства и животноводства и узнали, какие им нужны кадры. В целом мы собрали полную информацию о том, какие тут созданы условия. Всех мангистаусов, которые пожелают переехать, мы полностью проконсультируем по всем вопросам. Участникам программы добровольного переселения предоставляются средства в размере 35 ежемесячных расчетных показателей. То есть каждый член семьи в первый месяц переезда получает 84 тысячи тенге. Кроме того, в течение года государство оплачивает съемное жилье. А также решает вопросы обеспечения местом в детском саду и школе. Сабина Балашкина, Айгерим Иманбаева, Каспиак Парад.